Приветствую вас и, как мне кажется, одной из основных проблем, которую вы описываете, это проблема того, что вы считаете родование с мужем предателем его страны. И по факту, как мне кажется, я в этом не уверен, конечно, что вы не можете принять того, что вот человек, которого вы явили, с которым вы устраивали отношения, с которым у вас были связаны определенные планы, будущие, мечты, надежды, что-то общее было, да? Этот человек поступил с вами, условно говоря, так, как вы того не ожидали. И я думаю, что именно это сильнее всего вас грызет, именно это сильнее всего вас клосят. Как так? Человек, который вот столько всего между нами было общего, да, и вот он так поступил. Ну, собственно говоря, предательство, вот предательство, да, это такая довольно распространенная, я бы сказал, история, когда... когда, ну вот, знаете, супругов, да, там, супруг или супруга обвиняют друг друга в предательстве. То есть, что такое предательство здесь, это не оправдал надежды моих, ты, ну, образно, ты, вот, не оправдал надежды моих, вот, и всё, вот. То есть, я от тебя, там, чего-то ждал или ждал, а ты, вот, не оправдал или не оправдал. И ты, соответственно, соответственно, предательство, то есть ты меня там бросил и всякое такое, получается, по сути, ну, по факту. И конфликт здесь в том, что вы ведёте внутренний диалог с человеком, который, которого, или которого, по сути, не существует. Если этот человек не раскаивается в том, что сделал, то есть если он вот в своём предательстве не раскаивается, если он не считает, что сделал что-то плохое, то вы, к сожалению, ведёте диалог с человеком, который существует только в вашем стороне. А в реальном мире никакого предательства нет. То есть человек был другой, а вы не видели его таким, какой он был и таким, какой он есть. И до сих пор вы отказываетесь признать, принять факт того, что ваш муж не совсем тот, кем вы его знали. Это немножко другой человек. Не сильно может быть, может быть не настолько, но это всё-таки немножко другой человек. И вы требуете от этого другого человека быть тем, к кем вы хотите его быть. Отрицаю, не видя при этом того, что человек другой. И вот это требование, к сожалению, совершенно не реалистично, не удовлетворимо, потому что я к другой. Вас и разрывало. А откуда взялось это требование к человеку? А вот это требование к человеку взялось из-за того, как вы относитесь к своим собственным желаниям и чувствам. Чем больше требования к кому-либо, чем больше требования к кому-либо. Тем больше переноса ответственности на другого человека. Тем меньше своей собственной защищенности, тем меньше вот такого естественного, я бы сказал, контроля ситуации. Вот такая вот история. Именно благодаря такой примерно картинке развод травмирован. Именно поэтому нужна помощь человеку в том, чтобы пройти через это. Теперь дальше. вы говорите, как мне преодолеть депрессию. депрессию. почему вы считаете, что вам нужно преодолевать депрессию? депрессия не преодолевается, депрессия раскрывается. с депрессией с депрессией с депрессией работа. Понимаете? А они преодолевают, т.е. подавляют, зажимают и брочат. Это вот очень важный, как мне кажется, момент. Ну, про заболевания вам уже сказали. Если у вас депрессия не была диагностирована, то говорить о том, что она имеет место, наверное, нельзя. Если у вас есть подозрения, вы можете всегда, в принципе, обратиться к врачу. К врачу клиническому психологу либо психиатру для того, чтобы проверить наличие или отсутствие у вас. Это вот заболевания. Вот. Дальше. Как вышло, что вы впали в депрессию? Депрессия. Вам ничего не хочется? Вам ничего не нужно. Ага. 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 Мало что интересует. Ну вот. Кроме. Мужа. Например. Дан. Как выяснилось, что вывод самую депрессию? Ээээ. Понял? Упали. Далее. Главное. Что-то нужно поисследовать. Вот что-то могу вам сказать. Фильм, конечно, имеет смысл сначала снять весь эмоциональный тонус, который у вас есть, чтобы было легче работать. После этого вы уже смотрите в какую сторону вам двигаться, потому что если у вас представления о себе изменились, стало о себе хуже думать, смысл потеряли жизни и так далее, то с этим работа проводится в какой-то степени от дела. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!